Итак, ребята, всем привет! Меня зовут Саша. Спасибо, что включили это видео. Сегодня будет очень необычный день, потому что я сегодня иду в салон красоты, но не для того, чтобы делать прическу или ногти. У меня есть подруга, и у неё есть своя небольшая студия маникюра. И она сейчас уехала в отпуск на две недели. То есть она сейчас не в России, она за границей. И у неё случилось ЧП, в её салоне красоты заболел второй администратор. То есть у неё администраторы работают график 2-2. И второй администратор у неё, к сожалению, заболел, и она не знает, что делать. В обычное время она бы сама вышла или нашла бы другого администратора, но она сейчас находится за границей. И поэтому она попросила меня до того момента, как она приедет, подменить её второго администратора. Короче, я буду работать салон красоты целую неделю. Ну как целую неделю? Целую неделю с графиком 2-2, то есть получится всего 4 раза или даже 3. Тем более работать администратором это вообще не сложно. Мне нужно будет просто прийти, всех проверить, обзвонить всех клиентов, что у них сегодня запись. Ну и раздать всем зарплату. Всё. Я буду заниматься своими делами. Я возьму с собой компьютер, ещё кое-какие дела. Буду работать и просто в её салоне. Вот. Может быть, мы с вами сегодня узнаем какие-нибудь подводные камни ногтевого сервиса. Итак, сейчас я вам покажу быстренько лайфхак, как сделать голливудские локоны без Дайсона и бигудей. Короче, моем голову. И на мокрые волосы. В общем, делим волосы на 4 части. Можно даже на 5-6, если хотите, чтобы кудряшки были поменьше. Но я обычно делаю, делю на 4. Значит, берёте кусок волос и вот так вот закручиваете. Это всё делается перед сном. Так вот закручиваете и делаете вот такие виндерёчки. Чу-пуньк. И закрепляете обычной заколочкой. Всё. Так делаете 4 пончика на голове. И так ложитесь спать. Я вам сейчас покажу, что случится, когда вы проснётесь с такой прической. Итак, наши пончики готовы. И теперь просто с мокрой головой и с этими пончиками ложитесь спать. Незапланированный обзор покупочек. Я вчера зашла в фамилию и купила там себе вот такую футболку. Стоила 600 рублей. Мне понравилось, что это ярко-салатового цвета и футболка такая ярко-синяя. Короче, буду летом ходить. Очень классно. А ещё я в инстаграме заказала себе спортивный костюм бежевый. Вот у этой фирмы. Но она не очень популярна, наверное, вы её не знаете. Короче, обычный спортивный костюм. Просто худи и штаны бежевые. Костюм стоил 4000 рублей. Короче, пока я иду в салон, хотела поговорить с вами по поводу социальных сетей. И что вообще я о них думаю. Больше всего на свете я ненавижу инстаграм. Мне очень тяжело даётся его вести. Не знаю, замечали вы или нет, если вы на меня подписаны. Я обычно не очень много сторисов выкладываю. Я, конечно, стараюсь делать это каждый день. Но я обычно прям чуть-чуть выкладываю. Я не могу делать, как Ольга Бузова. И выкладывать по 100 штук за день. Почему у меня сложились такие отношения с инстаграмом, сейчас расскажу. Дело в том, что когда я училась в институте, я с подругой 3 или даже 4 года вела инстаграм. То есть мы занимались SMM, продвижением. Вот. И мы с ней вдвоём вели 15 аккаунтов. Если, может быть, кто-то из вас это помнит, эту историю я рассказывала у себя в институте как раз, в хайлайтс обо мне. Ну и вот. И с тех пор, как мы этим занимались, такое яркое солнце, поэтому я ищусь. Меня так сильно начало тошнить от этой социальной сети. Что когда мы решили уволиться со всех наших аккаунтов, я себе сделала перерыв на целый год. Я просто убрала это приложение на последний стрейн с телефона и реально целый год туда не заходила. Но почему так сильно мне не нравилось этим заниматься? Дело в том, что инстаграм, он процентов на 80 состоит из текста. В инстаграме главное текст, а не фотографии, как все думают. Потому что красивые фотки и видео может сделать любой дурак. А написать посты, написать текст, который будет на сториз, сделать его так, чтобы он шел как сценарий, чтобы это было интересно читать, может сделать далеко вообще не каждый. А у меня текст — это мое слабое звено. Я даже в школе, я просто ненавидела писать сочинения. Мне это очень тяжело давалось. Вот реально я не умею писать. Хотя вообще-то я хочу однажды написать свою книгу, но для меня это будет очень тяжело. Знаете, я могу разговаривать часами. Я на самом деле очень болтливая, и меня трудно заткнуть. Я могу записать голосовое сообщение на 30 тысяч часов и вести прямой эфир без остановки целую неделю. Но вот писать для меня очень-очень сложно, потому что я не умею красиво излагать свои мысли в тексте. Вот. Точнее, знаете, даже не так. Я умею это делать, но мне это очень тяжело дается. У меня нету, знаете, какого-то своего красивого слога. Ну, в общем, тяжело мне это делается. Вот каждый мой пост в Инстаграме я прошла через афганскую войну, когда писала его. Ибрагим, вам что-нибудь сговорить? Почему я сказала, что Инстаграм на 80% состоит из текста? А потому что все сторисы люди смотрят без звука. Они смотрят, они читают то, что написано на сторисах. Или посты читают. И очень важно, чтобы то, что вы пишете, было интересно, понятно, красиво. Потому что если вы будете как Кличко, или вообще брать информацию из разных углов, и кидаться какими-то фактами, то это никто читать не будет. Он очень важен сценарий, понимаете? Вот. И мне не очень хорошо это получается. Точнее, у меня это получается. Но я трачу на это очень много энергии. Вот. И прикиньте, я так 3 или 4 года, пока мы СММ делали, занималась тем, что ненавижу. И поэтому я отравилась инстой. Вот. Но потом, когда началась пандемия, изобрели ТикТок. Боже, ребята, как сильно мне нравился ТикТок. Сначала я им не пользовалась. Ну, я вообще... В ТикТок я достаточно поздно попала. Я, наверное, скачала его только уже под конец 2020 года. И вот тогда я поняла, что это что-то суперклассное. Во-первых, ТикТок нельзя смотреть без звука. То есть люди всегда его смотрят со звуком. И там люди разговаривают. Они там не пишут текста. Они там разговаривают. Они снимают видео. Это так классно. Короче, я могу снять тысячу ТикТоков на интересные темы. Даже вот YouTube легко мне очень даётся. Но как же мне сложно выложить хотя бы 3 сторисов в Инстаграм. Вы не представляете реально. Ну вот тяжело идёт. Потому что там нужно писать. Вот я вам говорю, реально не получается мне писать. И в Инстаграм уже давно не заходит формат говорящей головы. Если вы просто будете в Инстаграм все 30 сторисов подряд говорить, не подписывая никак текст, вас никто слушает. Не будет вы никому не интересен. Нужно, чтобы каждая картинка всегда менялась. И текст должен быть интересным. Ну, написано интересно. Вот. А в ТикТоке реально... На самом деле там, когда была минута... Ну, видео можно делать не дольше минуты. Мне было очень тяжело ложиться в минуты. Я все время не знала, как бы так обрезать, потому что я хотела много всего рассказывать. Вот. Но потом, слава богу, сделали по 3 минуты. Сейчас уже вроде бы даже есть 5. И ходят слухи, что после того, как ТикТок в России откроют, будет уже 10 минут. И вдобавок ко всему этому я с детства очень люблю монтировать видео. У нас в школе, когда были всякие конкурсы и мероприятия, этим всегда занималась я и еще две мои подруги. У нас были просто лучшие видео из всех остальных классов. Кстати, я, если кому-то интересно, посмотрю школьное видео. Я оставлю ссылку в описании к этому видео на мой старый канал. Там реально просто годный контент для школьного уровня мы снимали. Ну, там, знаете, типа видео для всяких конкурсов. Там на последний звонок. И вот прям классно мы делали. А ТикТок это и есть. Снимание и монтирование видео. Это прям реально моя стихия. Ребята, я по дороге решила зайти в детский мир. Я все время не могу проходить мимо магазинов с детскими игрушками. Когда я заведу себе ребенка, я буду покупать игрушки себе под видом того, что покупаю их для своего ребенка. Например, смотрите, это копилка для денег. Туда они засасываются. И вы там их храните. Вот слушайте, вот зачем детям такие игрушки? Вот мне они гораздо нужнее. У меня такого в детстве не было. А смотрите, какая красивая коллекция Барби. Скажите же, что очень красивая. Наверное, от какого-то бренда. Эх. Тут рядом с салоном есть очень смешная машина розового цвета. Сейчас я вам ее покажу. Она вот такая розовая. И смешная, что здесь написано. Я думаю, что это машина какого-то мужичка. Ну и довольно забавно, что мужичок ездит на такой розовой машине, скажите. Ой, еще какая-то забавная машина. Да. Район забавных машин. Я уже пришла в студию маникюра к моей подруге. Но знаете, у нее такая маленькая студия. Чисто одна комнатка и три столика для маникюра. Но у нее очень большой выбор лаков, блесток и всяких штук. Я реально всегда, когда к ней прихожу на ногти, у меня просто разбегаются глаза. А вдобавок ко всему этому, она каждый месяц закупает новые и новые всякие новинки. Я, кстати, сейчас записала себя на маникюр. И вот даже не знаю, каким бы цветом мне в этот раз покрасить ногти. Нужно каким-нибудь весенним, ярким. Хотя у меня сейчас яркие ногти, у меня рыжие с фиолетовым. В общем, будем думать. Представляете, тут в этом салоне клиентам предлагают к чаю чуку пай со вкусом манго. Со вкусом манго. Вы когда-нибудь видели такую чуку пай? Я вот не знаю. Она попробовала. Ну что ж, не только для клиентов, но и для мастеров тоже. И для администраторов. Выглядит как обычный. Скажу я вам, не особо я тут манго почувствовала. Обычный чуку пай, только без белой зефирки. Хотя нет, белая зефирка есть. Слушайте, ничего особенного. Вот клубничный чуку пай в фикс прайсе подается. Очень вкусно. А вот тут с манго обычный. Нет, ну чуть-чуть, конечно, чувствуется. Привкус манго. Но он такой легкий, что практически как будто его и нет. Мне дали вот такой телефон. Ой-ой-ой. Записывать клиентов и отвечать на звонки. Блин, у вас еще столько новых коробок нераспакованных лаков. Ребят, всем привет. Я уже дома. Я не очень много видео снимала в салоне, потому что как-то мне было неловко. Там люди работают и сидят клиенты. И там, знаете, такая комнатка чисто три на три метра и три стола вот так вот стоят. Вот. И, ну, как-то я стеснялась там разговаривать, записывать свои видео. Короче, решила зайти в «Читай город» и купить себе книжку. В общем, эту книжку я увидела в тиктоке. И говорят, она очень провокационная. Но еще все говорят, что в конце я буду реветь. «Лето в пионерском галстуке». Мне очень интересно почитать про что. Ну, я уже знаю про что, но я думаю, вы тоже не раз видели ее. Короче, я в предхушении. Велика она толстая. Но я думаю, что там крупный шрифт. Давайте посмотрим. Хотя нет, слушайте, не такой уж и большой шрифт. Ну, такой средний. Ни мелкий, ни крупный. Ой. Вау, смотрите, что тут есть. Смотрите, тут карта пионерского лагеря. Блин, ребят, это очень классно. Ой, ну я вообще, я в предвкушении. Мне реально интересно. Мне интересно, заставит ли эта книга меня заплакать. Я на самом деле почти никогда не плачу. Единственное, что заставляет меня плакать в фильмах, книгах и сериалах, это если что-то делают с животными. Если там, не знаю, их обидели, у них там умер хозяин. Только по этой причине я могу заплакать. По остальным ситуациям, там типа про любовь, про морковь, я вот вообще никогда не плачу. Так что я вам запишу видео и скажу, когда я её прочитаю. Что я могу сказать по поводу работы в салоне? Ну как работа? Я там почти не работала. Я просто пришла, посмотрела, обзвонила всех клиентов, раздала зарплату и ушла домой. Ничего я там особо не делала. Вот сейчас май, то есть как бы лето начинается, да? И народу просто дофига. У неё в салоне, у моей подруги, просто некуда записаться. Вот в этом месяце до 23 мая у неё всё расписано. Сейчас на секундочку 3 мая. Ну вы представляете, да? И летом тоже дофига народу. Я ей всегда говорю, открывай больше помещений, чтобы было не 3 мастера, ну хотя бы 5, а потом уже 10. Ну как бы надо расти. Но она пока что ещё думает над этим, потому что чем больше помещений, тем она дороже. И плюс ещё надо переезжать, что тоже довольно геморройно. Ну короче, в общем, такая вот история. Кстати, мне кажется, что услуги красоты, бьюти-услуги, они никогда не... Они всегда будут актуальны. Ну вот потому что, смотрите, авиация и туризм во время пандемии и вот этой заварушки в мире, они как бы не вывозят сейчас. Потом всякие магазины, одежды тоже. Им как бы сложно их там то закрывают, то открывают, то ещё что-то. А ногти всегда работают. Ну не только ногти, но и волосы тоже. Короче, вывод. Ноготочки нужны в любое время года. И это довольно прибыльный... Прибыльный бизнес. Но несмотря на то, что это довольно прибыльное дело, здесь достаточно много сложностей. Например, вам нужно найти хороших мастеров, потому что от качества их работы будут зависеть ваши отзывы и сколько людей к вам будет приходить. Вот потом... Также очень на самом деле сложно... Очень часто бывают такие случаи, что мастера работают в салоне, и потом они хотят открыть свой собственный салон, и они уходят из вашего салона и крадут ваших клиентов, которых вы годами накапливали. Вот, например, у моей подруги был такой случай. У неё была девочка, она мастер по ногтям. И представляете, она тоже решила открыть свой салон, и она знала пароль на телефоне у моей подруги. И она, короче, когда та, не знаю, ушла в туалет или отвернулась, она у неё скачала телефонную книгу через WhatsApp. Она, короче, знаете, в WhatsApp есть такая фишка, там можно отсканировать QR-код, и весь WhatsApp перенесётся на другой телефон. В общем, она отсканировала этот WhatsApp, чтобы украсть базу клиентов. Вы представляете? Это было так подло с её стороны. Подло ещё потому, что она была не только её работником, они с ней очень хорошо общались, они были прям как близкие подруги, каждый день друг друга видели, знали все секреты друг о друге. И тут вот эта девочка решила её обмануть, украсть, ничего не сказав. Ну ладно, знаете, она уходит, говорит, всё, я там типа открываю свой салон, прости там, давай останемся друзьями. Но она так подло поступила и украла у неё клиентскую базу. Короче, в общем, это бывают и сложности в таком бизнесе. Ну и также, когда вы приходите в салон, ну, допустим, вы мастер, да, и вы приходите в салон и работаете на кого-то, вам не нужно геморроиться. Вам не нужно искать помещение, вам не нужно искать клиентов, потому что обычно это делает салон, там ведёт Инстаграм и так далее. вам также не нужно платить налоги, вам не нужно покупать материалы, вам всё предоставляет салон. И вы, как салон, если у вас он есть, вам нужно обо всём этом заботиться, что тоже довольно сложно. Так что не всё так уж и просто, но если над этим работать и стараться, то я думаю, что это может вырасти во что-то очень даже прибыльное. Но самый главный минус открытия салона красоты это то, что ты будешь привязан к месту. То есть, например, если ты работаешь в онлайне, ты можешь хоть улететь в Австралию, жить там год и продолжать работать в онлайне и вообще не париться. А если у тебя салон красоты, то тебе нужно постоянно твоё присутствие в этом городе, в котором ты его откроешь. Об этом тоже нужно помнить и не забывать. Думаю, я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно не получилось очень большим. И я буду очень вам благодарна, если вы мне поставите палец вверх, потому что это поможет продвижению моего канала. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Напишите в комментариях, понравилось ли вам такое видео. У меня, кстати, сейчас потеплело на улице, и у меня сейчас появилось какое-то желание снимать вот такие вот влоги. Если вам будет интересен такой формат, то я буду выпускать их чаще. Не забывайте также подписываться на мои социальные сети, тиктоки, инстаграм и телеграм. Если вы будете на все мои сторисы ставить реакции и сердечки, я буду вас очень... Это батарея. Я буду вас очень безумно благодарить за это, потому что реально, если я выкладываю сторисы, и мне никто ничего не пишет, всё, я вот так лежу, и мне больше ничего не надо, и я не хочу выкладывать следующие сторисы. Так что ваши реакции — это моя мотивация. И не только про сторисы. Вот про это видео в ютубе тоже. Если его посмотрят три человека и не поставят мне одного лайка, то я закрываю этот канал. Ладно, я пошутила. На самом деле, мне самой нравится снимать эти видео. Это похоже на мой видеодневник. А вот через сто лет открою его, посмотрю, скажу, какая я была классная. Надеюсь, такое и осталось. Ладно, в общем, желаю всем хорошего настроения, и всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!